МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоизбранные депутаты области начали свою деятельность. В городах и районах состоялись первые сессии кингашей народных депутатов седьмого созыва. В области будет высажено 6,5 миллионов саженцев. Тепличный бизнес – большой источник рабочих мест и экспорта продукции. В районах области закладываются сады. Состоялась первая сессия самаркандского областного кингаши народных депутатов седьмого созыва. В ней приняли участие советник президента Республики Узбекистан, хокимы городов и районов, руководитель областных, городских и районных секторов, организаций и учреждений, а также негосударственных, некоммерческих организаций. Сессию вел председатель самаркандской областной избирательной комиссии Худжакул Мухаммадеев. Как известно, согласно закону о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование деятельности органов государственной власти на местах в связи с принятием Конституции Республики Узбекистан, в новой редакции внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на конкретизацию полномочий хокимов и кингашей народных депутатов. В частности, должности хокима и председателя местного кингаша отделены друг от друга. В соответствии с законом Республики Узбекистана о государственной власти на местах, работа первой сессии началась с избрания председателя областного кингаша народных депутатов. Были выбраны представители пяти политических партий, которыми после обсуждения на должность председателя областного кингаша из числа депутатов выдвинута кандидатура Шухрата Нигматова. Своим мнением относительно выдвинутой кандидатуры поделились несколько депутатов. Продолжение следует... Продолжение следует... Решение об избрании Шухрата Нигматова председателем утверждено единогласно. Второй вопрос повестки дня – регистрация партийных групп депутатов, избранных кингаш народных депутатов в Самаркандской области. В группе «Одвижение предпринимателей деловых людей» Либерально-демократическая партия Узбекистана представлено 16 депутатов. Демократическая партия Милейт Кланыш – 14, Социал-демократическая партия Адулад – 11, Народно-демократическая партия – 10 и Экологическая партия Узбекистана – 9. Всего 60 депутатов. После регистрации партийных групп председатель Кингаша ознакомил депутатов с основными принципами работы. Далее утверждены регламент Кингаша народных депутатов в Самаркандской области и положение о постоянных комиссиях. Завершающим вопросом повестки дня стало утверждение Хукимы Самаркандской области. Согласно законодательству, кандидатура на эту должность представлена президентом Республики Узбекистан. Партийные группы в отдельных кабинетах провели обсуждение по данному кандидату. После получасового обсуждения оглашено имя кандидата на должность Хукимы Самаркандской области. Им стал Эркинджон Турдымов. Эркинджон Турдымов ознакомил депутатов со своей программой по комплексному социально-экономическому развитию региона с 2025 по 2029 годы. Согласно законодательству, кандидата на должность Хукимы Самаркандской области. По выдвинутому кандидату на должность Хукима области высказались несколько депутатов. Самарканд за последние 6 лет намного благоустроился. Создали много рабочих мест, стали намного производить продукцию, увеличился объем экспорта продукции, произведения в Самаркандской области. Мы поэтому еще раз доверяем нашему Хукиму Эркинджону Гутаевичу и единогласно его избрали Хукимом Самаркандской области. Депутаты единогласно отдали свои голоса в пользу представленного кандидата и утверждили на должность Хукима Самаркандской области Эркинджона Турдымова. По итогам выборов местные кингаши народных депутатов, состоявшихся 27 октября текущего года, на местах проходят первые сессии кингашей народных депутатов 7-го созыва. Первое заседание новоизбранного состава постаргомского районного кингаша состоялось в администрации района с участием Хукима Самаркандской области Эркинджона Турдымова. По первым двум вопросам повестки дня зарегистрированы партийные группы депутатов избранных кингаш народных депутатов постаргомского района и утверждены регламент кингаша и положение о постоянных комиссиях. Далее рассмотрен вопрос утверждения Хукима постаргомского района. Как известно, согласно действующему законодательству, хокимы районов и городов назначаются, освобождаются от должности решением хокима области и утверждаются соответствующим кингашем народных депутатов. Глава региона ознакомил участников со своим решением о назначении кандидатуры Шерзота Рахманова на должность хокима района. На сессии также представлена программа по социально-экономическому развитию постаргомского района кандидата на должность хокима Шерзота Рахманова. Продолжение следует... Своё мнение относительно назначенной кандидатуры высказали депутаты. По итогам мероприятия кандидатура Шерзота Рахманова утверждена на должность Хокима Постаркомского района. На первой сессии Самаркандского городского кингаша народных депутатов заслушана информация председателя городской избирательной комиссии об итогах выборов, состоявшихся 27 октября этого года, после чего зарегистрирована партийная группа депутатов, избранных городской кингаш и утверждены регламент кингаша и положение о постоянных комиссиях. Хоким области Эркинджон Турдымов остановился на ряде важных вопросов, которые предстоит сделать руководству города Самарканда для улучшения жизни населения и представил назначенного кандидата на должность Хокима города. Узбекистан Республикасы Кэн институциясының 124-й моддасы, хамда махалли дәвләт хакимиятті турусыдаги қануның 2-й моддасыгі муафық қарар кілема. Умары Фазладын Кәримуч Самарканд шақар хакими лавазымыгі тәйінләнсің. Маскүр қарар, халқ депутатлары Самарканд шақар кингаши сессияси тасығыгі кередсі. Әгір ұрматли депутатларымыз Олайат Хакимунің қарарını тасықыла бересе, біз Фазладын Кәримуч башчылығыдаги Самарканд шақар хақар хаулары бұлан олдыңы 5 жилікті әм копырақ 5 жилікті мәрі алып işләрді амақ қашару жүміз керек. Қиген işу тарху боп қолды. Біз қанақа біргәлікті, маңа шу махалалар бұлан әйті алып бұлан әлігім ғам үміз ә ұрматты. Қод сессии кандидат Фазладын Умаров представил програму по социально-экономическому развитию Самарканда на 5 лет. Құрматты. Құнатлы тарымалыңды ик�рі осы предапіл. Долығыдарımız ғамында, құнатлы тарымалың құллак, Продолжение следует... Выступившие депутаты призвали своих коллег поддержать кандидата на должность Хокима города. Продолжение следует... Общим решением депутатов Фазлидин Умаров утвержден Хокимом города Самарканда. Завершила свою работу также первая сессия Ургутского районного кингаша народных депутатов. В ее рамках участников проинформировали о ходе прошедших выборов и результатах. Согласно закону о политических партиях, в районы кингаша избраны 30 депутатов. 11 – от Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана. 6 – Народно-демократической партии. 5 – Социал-демократической партии Адулад. По 4 – от Демократической партии Милит Кланыш и Экологической партии Узбекистана. Депутаты единогласно проголосовали за регистрацию партийных групп. Также утвердили регламент кингаша и положение о постоянных комиссиях. Решением главы Вилаята на должность хокима Ургутского района назначена кандидатура Бутыра Джабурова. Ургутского района Адулада требует отработаться кандидатуру. Городовщина – от «Адрида Бутыра» и «Адрида» в лягу договорwhat. Городовщинámдан hard, подгибет, адрида, адрида. И по 4 – от 2 – от 1 – от 2 – от 2 – от 5 – от 6 – от 2 – от 1 – от 2 – от 1 – от 2 – от 1 – от 2 – от 2 – от 1 – от 2 – отца, Какие задачи предстоит сделать в ближайшие пять лет и какие изменения ожидает Ургутский район, представлено в программе социально-экономического развития кандидата на должность Хокима Ургутского района. Ургутский район, представлено в программе социально-экономического развития кандидата на должность Хокима Ургутского района. Далее заслушаны мнения депутатов. Депутаты одобрили единогласно. Депутаты одобрили единогласно. Новый избранный состав депутатов Кушрабадского районного кингаша народных депутатов также провел свое первое заседание. На повестке дня сессии районного кингаша народных депутатов седьмого созыва три вопроса. Регистрация партийных групп избранных кингаш народных депутатов, утверждение регламента кингаша и положения о постоянных комиссиях, а также утверждение кандидата на должность Хокима района. Первые два одобрены депутатами, по третьему зачитано решение главы региона Эркинджона Турдымова о назначении Дельшода Шакарбоева Хукимом Кушрабадского района. Были заслушаны презентации кандидата на должность Хукима по социально-экономическому развитию района с 2025 по 2029 годы и мнение и предложение депутатов. Мы должны пометь в последние проекты, которые созданы на должность Хукима по социально-экономическому развитию район этого года. Продолжение следует... Продолжение следует... Этот показатель достиг 12%. В Самаркандской области в осеннем сезоне 2024 года в рамках общенационального проекта «Яшел Макон» запланирована посадка 6,5 миллионов саженцев. В каком состоянии находятся саженцы, посаженные в 2023 и весной 2024 года в Самаркандской области, и какую работу ведет в этом направлении управление экологией, обсуждено на встрече под председательством главы региона. Эркинджон Турдымов подчеркнул, что основной задачей экологов является реализация государственной политики в области охраны природы, отходов и изменения климата, экологический контроль территории, развитие сотрудничества с общественностью в области охраны природы, пропаганды и увеличение зеленых зон. Почему допускается ряд недостатков в этом направлении, спросил Хоким и руководители отделов. И чем заняты 118 человек, работающих в составе областного управления экологией, окружающей среды и изменения климата? В качестве примера приведены засохшие сады в Махале-Агалык Самаркандского района. Несмотря на определение не вносить платформу «Яшел Макон» деревья без системы полива и прикрепленных к ним ответственных за уход, Управление экологии одобрило в системе несколько тысяч саженцев, высаженных на участках без ирригационных систем. Критики подвергнуты руководители отделов экологии Джамбайского, Паярыкского, Кушрабадского и Катакурганского районов. Кроме этого, говорилось о том, что на местах нет контроля за посадкой деревьев взамен вырубленных и засохших. Поручения по созданию садов Хокима выполнили лишь город Самарканд и Штаханский район, а садов нового поколения – только пахтачи. По окончании решено проводить встречи еженедельно в критическом духе. В рамках выполнения общенациональной программы «Яшел Макон» поставлены задачи по посадке 6,5 миллионов саженцев, организации зеленых садов на почти 22 гектарах земли, зеленых поясов на 6,5 гектарах в городах Самаркандии, Катакургане, Самаркандском, Талякском и Агдаринском районах и другим. Все это требует сплоченной работы ряда организаций и общественности, подытожил Хоким области. При этом немаловажная роль отведена управлению экологией. Сельскохозяйственная продукция, выращенная в Узбекистане, востребована на столах жителей ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря этой неснижающейся потребности в области хорошо развивается тепличное хозяйство. При умелом подходе тепличный бизнес – большой источник рабочих мест и экспорта продукции. На двух гектарах земли в Махале-Наврус Самаркандского района организована теплица общества с ограниченной ответственностью «Вентумхурулэш-Савду». Стоимость проекта – 950 тысяч долларов США. Продолжение следует... На реализацию проекта были выделены кредитные средства. Работа в теплице основана на корейской технологии. В Самаркандском районе 83-е тепличное хозяйство, где выращиваются лимоны, помидоры, огурцы, зелень и другая продукция. По прогнозу аграриев районов, сезон с 2024 по 2025 годы планируется вырастить почти 3000 тонн сельскохозяйственной продукции. Посадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. По этому поводу на местах проводятся семинары, где специалисты делятся своим опытом и знаниями по посадке саженцев. Подобные мероприятия прошли в Булунгурском, Катакурганском и Штыханском районах. Булунгурский совет фермерских диканских хозяйств и владельцев приусадебных земель организовал семинар в районе Махален-Урли-Юль с участием опытных агрономов. Теория была закреплена на практике. Участники с энтузиазмом посадили 400 яблонь и тысячи кустов виноградников. В Булунгурском районах, мы приведем в национал importing с участием опытных агрономов на русском районе Махален-Урли-Юль. В Булунгурском районе это было 100 миллионов тысячи лет. Кроме этого, 2000 саженцев Тополя посадили сотрудники Булунгурского отдела предприятия службы водоснабжения на 70 сотках земли. Также устанавливаются шпалеры для виноградника на обочине автодороги, начиная от Махали-Улмазор до примыкающей Махали-Фазыла-Юлдаша. В Булунгурском районе этой осенью планируется посадить 141 тысячу саженцев декоративных и плодовых деревьев. Реализация программы «Яшил Макон» в осеннем сезоне набирает обороты. До конца этого года в Катакурганском районе намечена посадка 484 тысяч деревьев. На территорию общеобразовательной школы 61 общей площадью в один гектар будет заложен сад из фруктовых и декоративных деревьев. Перед посадкой был проведен семинар, в ходе которого обсуждена важная защита окружающей среды и создание зеленого пространства для подрастающего поколения. В Катакурганском районе намечена посадка 484 тысяч деревьев. В Катакурганском районе намечена посадка 496 тысяч деревьев и областей, в принципе, косвенности, хаттинства и подрастающих и продажах. В Катакурганском районе намечена посадка 38,000archих, а также размест violent, в госсеке и буты, в районе Булунгурском районе. На первом этапе на территории учебного заведения высажено более 500 саженцев яблони восьми разных цветов. В ближайшие недели планируется посадить более 1500 саженцев тополя. После проведенного семинара в Иштаханском районе также прошла зеленая акция. Руководители районных секторов и организаций посадили более 5000 фруктовых и декоративных деревьев на 4 гектарах земли. Прикоравы, Картипе, Кертипа-Кышлахида, цами, тур-ярм гектар, ярмайданамызгы, 5300 топ топINE манзаралы в Мирвэлі кучатларын экшіщішлі, бутунатаге барча тащилотлар білен, сектор рахбарлары білен біргілікті кучат экшіщішліна амелгі осьрый епィник. Менаші, ефир оркалі күзаду турган, манаші Тұман дошларымыз дейм, Аммасын, бутон Яшел Маконне, саларынгизды, кушып, фоал, бурщики, чакрып, коламын. Работы по реализации общенациональной программы Яшел Макон продолжаются. Вот такими событиями запомнилась уходящая рабочая неделя. Мы продолжаем следить за развитием событий, о чем мы расскажем ровно через неделю в это же время. Берегите себя и своих близких. До свидания.